Несколько слов о первом тайме. Наши прекрасно сыграли эти 20 минут. Спокойно, уверенно оборонялись. Хорошо держали мяч в атаках, не рисковали, не теряли мяч. Мы ехали за победу, но это не афишер, где начнем с этого. И Евгений Яковлевич любил повторять, что бывают вице-чемпионы Европы, мира, но никогда не бывают вице-олимпийских чемпионов. Мы играли в очень быстрый импровизационный баскетбол. Самое главное для нас на площадке было понимать друг друга. И вот Евгений Яковлевич сумел собрать такую команду, которую мы понимали друг друга с полуслова, с полувзгляда. Нам не надо было, даже когда очень было громко на трибуне, у нас не было вот этих 35-48, как сейчас это все показывают, у нас этого не было. Это была действительно сборная, так скажем, союза еще. У нас Украина была, Белоруссия была, Россия была, то есть Казахстан, Узбекистан. То есть все, кто мог, был. И можно представить, какая была конкуренция. И каждый в душе, и каждый действительно в той команде был лидер. Лидер в своей команде, из которой он пришел в сборную. И каждый хотел выйти и понимал. Но заслуга нашего тренерского состава была в том, что каждый, выходя на площадку, знал, что он должен сделать для того, чтобы эта победа состоялась. Я видел самых разных людей в нашем баскетболе. Тем более, что я работал с мужскими и женскими командами. Были не очень хорошие люди, были очень хорошие. Важно уметь находить язык, терпеть и находить любые пути, чтобы избежать негатива. Ему было легко, потому что мы понимали, о чем идет речь. И нас не надо было 25 раз уговаривать. То есть один раз сказали, и мы уже понимали, что это за команда, как она называется. Это большая честь вообще туда попасть, в эту команду. И зачем мы поехали на Олимпиаду. Самое главное, что мы понимали суть вообще, что мы едем добывать медаль для Родины. Мы пронесли эту победу, несомненно, с большим уважением к работе друг друга. Мы проиграли Кубе, а перед этим Куба, конечно, не подарок совсем. Абсолютно, тем более, как первая игра. И, как нам сказал он, собрал нас Евгений Акальевич после и сказал, девочки, а теперь вас спасет только ваше здоровье. Потому что надо пахать, что мы выходим на Америку, потому что мы проиграли. Мы выходили со второго места в полуфинал и попадали на Америку. А Америка в противоположной подгруппе заняла первое место. Давайте посмотрим. Радость, радость людскую, радость трудной победы. Сборная команда нашего Содружества переиграла. Топтически, технически, за счет хорошей воли. Девчонки могут и поплакать. Американок обыграть нам удалось за счет того, что все-таки мы были командой. И командный стиль играть. А не так, что индивидуальность, да, она подчеркивалась. Но все-таки какого-то игрока в пятерке или даже в команде бросить в нашей команде было нельзя. То есть, и это нам придавало. То есть, именно комбинационный умный баскетбол хитрый. У нас настолько была разноплановая команда, что у нас и центровые великолепные были. Засульская как обыгрывала с Худашовой. Там отдыхали все. Герлиц. Китаянки атакуют. Мяч переквасен. Стремительно Лена Жирков выходит под кольцо. Под щит. Точно 12 очков в пользу сборной команды СНГ. Тренер должен стараться не кричать на своих игроков. Особенно, если он работает с женщинами. Уж кто как они, не они и являются ранимыми. Это его стиль. Я бы так сказала, его стиль на самом деле. Когда по его интонации, по тому, как он все говорил, можно было понять, что ты накосячил, так скажем. То есть, он как чувствовал, если игрока что-то не получается, он мог вот так за руку отвести. И не то, что он никогда не спрашивал, как у тебя проблемы какие-то или дела, что там, что ты, почему ты не тренируешься. Я такой, а вот посмотри, ты вот здесь вот немножко вот так вот, а надо вот здесь вот так. А ты подумай, может быть, лучше тебе вот так сыграть. То есть, он давал какие-то вот такие задания. И интонации как бы заставить игрока либо успокоиться, либо взбодриться. Какой бы требовал тренер не был в семипяди во лбу, без игроков добиться победы очень тяжело. И эти великие игроки, они несомненно помогают нам добиться того, что мы хотим. День Яковлевич, он всегда любит своих игроков, он всегда их, ну, как бы на стороне игрока. Он очень хорошо чувствовал человека, он знал, что надо ему сказать, как сказать и когда сказать. Никогда бы я не стал тренером олимпийских чемпионов, если наши девчонки, которые были вместе со мной, с Капрановым, в Барселоне. Чтобы дойти, да, и завоевать эту медаль, ты проходишь определенные трудности, которые тебя учат закалки проходить эти трудности, преодолевать их, падать, подниматься, идти дальше. Такое ощущение, которое больше никогда в моей жизни не повторялось за карьеру игрока. Может быть, как и тренер, она повторится. Евгений Гомельский и Вадим Капранов, тренеры нашей команды. Наша женская команда в третяще провела этот турнир. Наши девушки олимпийские чемпионы. Давайте поздравим, давайте поздравим наших тренеров, которые спали в своей победе. Ну что ж, великолепно поздравим вас, Володя, все любители баскетбола, всех тренеров, всех, кто имеет отношение к этой победе. Молодцы наши девочки.